Требования России настойчивые, где-то на пятый, седьмой, восьмой день войны, уже не вспомню, когда был второй раунд переговоров в Белоруссии, первый был прямо на границе, в Гомельской области, а второй Россия потребовала провести в Беловежской пуще, в здании, где подписаны Беловежские соглашения. Я об этом уже говорил, но это все публично известно. Так вот, теперь-то все понятно, наконец-то. Они собирались восстановить Советский Союз не фигурально выражаясь, не территориально, а в буквальном смысле советскими паспортами, с советским флагом и с названием «Союз Советских Социалистических Республик», в которой на первом этапе, вот там, в Беловежском домике, вошли бы Белоруссия, Россия и Украина. Как вошла бы Украина? Ну, сначала они собирались, как вы помните, поставить Януковича, но в этом была их цель, они его притащили в Минск, этого Януковича, и он должен был подписать с Лукашенко и Путиным этот договор. А дальше механизм-то уже работает, домик уже готов, у Лукашенко был готов домик для подписания этого договора, но проблемы не можем поставить Януковича. Они туда заманивали Зеленского, не знаю, чтобы его убить и Януковича притащить из загашника, или еще как-то, или уговорить Зеленского пытались, но план у них был такой, вот там сесть, денонсировать Беловежские соглашения, объявить, что мы снова Советский Союз. И вы знаете, что самое ужасное, я вот сегодня подумал, самое ужасное. А вот Западу было бы труднее что-то с этим сделать, чем если бы просто оккупация. Вот собрались три страны, которые подписали Беловежские соглашения и их денонсировали. Опа! И такие, а что мы Западу должны делать сейчас? Что мы должны сказать? Все это ерунда? Непонятно. Ну, к счастью, этот план уже провалился, но план был такой. Ну и, конечно, они от него не откажутся. Просто потом. Субтитры сделал DimaTorzok